Евросоюз отвердил шестой пакет антироссийских санкций, нефтяной эмбарго оказалось частичным, также в новый пакет вошли отключения от SWIFT Сбера, еще двух российских банков, запрет на работу трех российских СМИ и ряд персональных санкций, при этом часть мера носит отложенный характер, о чем говорят новые санкции, как повлияют на нефтяные доходы России. Евросоюз все-таки утвердил шестой пакет санкций против России, нефтяной эмбарго оказалось не полным, а лишь частичным, также в новый пакет вошли отключения от SWIFT трех российских банков, включая Сбера, запрет на работу трех российских СМИ и ряд персональных санкций. Подробности Как сообщает французское представительство в ЕС, запрет на импорт российской нефти коснулся только тех объемов, которые перевозятся по морю. Поставки нефти по трубопроводам временно освобождены из-под санкций. Как сообщают СМИ, под запрет попало и страхование судов, привозящих российскую нефть в третьи страны. Он вступит в силу через полгода. Также вводится запрет на предоставление других услуг российскому нефтяному сектору. К концу года по замыслу ЕС импорт российской нефти снизится на 92%. От SWIFT будут отключены Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ. Еще в список попал один белорусский банк, какой не уточняется. Все это означает дополнительные проблемы с переводом денег за рубеж. Расширится запрет на экспорт товаров в Россию. Под ограничением будет экспорт некоторых химических веществ и высокотехнологичной продукции. Под запретом окажутся три российских СМИ, цитата, участвующих в распространении пропаганды. Их название пока неизвестно, но ранее говорилось, что в список могут войти РТР «Планета», Россия-24 и ТВЦ. Вводятся персональные санкции против силовиков и военных, бизнесменов, представителей государственных СМИ и членов их семей. При этом из-под санкций выявили патриарха Кирилла. Об этом просила Венгрия. Частичное нефтяное эмбарго, решение ОПЕК-плюсы, заявление Джо Байдена. Четверг стал днем больших новостей для нефтяного рынка. Евросоюз, как и ждало, запретил поставки российской нефти по морю, ОПЕК-плюсы голосовал увеличение добычи, а Джо Байдена предложил вместо эмбарго ограничивать цены на российскую нефть. Все подробности у Михаила Сафонова. Цены на нефть в четверг сначала падали. Рынок ждал заседания ОПЕК-плюс, а СМИ писали, что участники соглашения могут резко нарастить добычу. В частности, Блумберг сообщал, что страны-производители готовы согласовать значительно больше объем добычи нефти, уступая давлению США. Логика штатов понятна. Увеличение производства способствует снижению мировых цен и, соответственно, стоимости бензина внутри Америки, а значит и замедлению инфляции. ОПЕК-плюс действительно решил увеличить добычу не на 432 тысячи баррелей в сутки, как планировалось, а на 648 тысяч, то есть 200 тысяч добавили. Но это не такой уж большой объем для мирового рынка нефти. А главное, еще неизвестно, будут ли страны в действительности увеличивать добычу. Им-то как раз невыгодно, чтобы цены падали. И практика показывает, что государства ОПЕК-плюс не добирают квоты, которые сами для себя же и устанавливают. Продолжает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Вплоть до последнего решения ОПЕК-плюс ни одно из предыдущих решений ОПЕК-плюс по увеличению добычи в полной мере не выполнялось. И причиной была не только ситуация с Российской Федерацией, которая находится под давлением западных санкций, но и в ряде других стран ОПЕК, у которых не получается увеличить добычу в рамках уже согласованных уровней. В первую очередь к таким должникам относятся Нигерия, Ангола и в отдельные месяцы даже Саудовская Аравия. Поэтому реальный эффект на цены мы сможем увидеть только в том случае, если объявленное решение ОПЕК-плюс будет выполнено. Ближе к вечеру нефть отыграла падение и вернулась к уровню в 116-117 долларов за баррель Brent. Здесь свою роль сыграли новости из Европы, которая утвердила шестой пакет санкций. Его главный пункт – частичное нефтяное эмбарго. Оно касается поставок сырья по морю. Трубопроводную нефть санкции не затронут. В этом заслуга Венгрии, которая сильно зависит от российских углеводородов. Заодно Будапешт отстоял и патриарха Кирилла, который в санкционный список не попал. Что интересно, в день, когда ЕС объявил о санкциях, пришло заявление из Белого дома. Джо Байден предложил европейцам не вводить эмбарго, а лучше ограничить цены на российскую нефть. Видимо, речь идет о повышенных пошлинах, о дисконте. И с точки зрения бизнеса, наверное, это был бы вполне приемлемый вариант. С учетом того, что Россия и сейчас продает нефть с большим дисконтом, теряя на этом 45 миллионов долларов в сутки, рассказывает независимый эксперт Дмитрий Лютягин. Уже сегодня, если посмотреть на спотовые цены на Юрлс, он торгуется со значительным дисконтом к бренду. То есть сейчас котировки у нас на уровне 85-95 долларов за один баррель. Это означает, что нас уже через санкции наказывают на 45 миллионов долларов в сутки. Только благодаря тому, что введенные санкции дают рычаг для покупателей нашей нефти, чтобы на нас давить. Те же самые азиаты, индусы. Соответственно, вопрос, сколько может составить этот дисконт, о котором, например, Байден говорит сейчас. Кстати, в США и раньше советовали Европе не спешить с нефтяным эмбарго, как и с запретом на поставки других энергоносителей. Глава американского Минфина Джанет Йеллен говорила, что это может нанести удар по глобальной экономике. Сейчас роль прогнозиста на себя взяла Нью-Йорк Таймс. Она пишет, что санкции только приведут к росту мировых цен. А Европе придется покупать нефть у более отдаленных производителей. И не факт, что они продадут сырье хорошего качества. Правда, ограничения вступят в силу через несколько месяцев. И у Европы будет время на подготовку. Но точно так же и у России будет время, чтобы найти новых покупателей. Возможно, они же потом и будут продавать российскую же нефть странам Евросоюза. Но цены явно будут некомфортными. И еще неизвестно, кто лучше сможет адаптироваться к новым реалиям. А Россия, даже если станет продавать меньше нефти, то все равно заработает на высоких ценах. Что нивелирует сам смысл санкций. Но в любом случае охота за новыми поставщиками и покупателями не оставит нетронутой ни одну часть света. Объемы нефти в американских хранилищах стремительно сокращаются, следует из доклада Управления энергетической информацией США. По его данным, за прошлую неделю запасы доступного для торговли сырья сократились на 5 миллионов баррелей. Хотя эксперты ожидали снижения лишь на 500 тысяч. В то же время объем стратегических запасов нефти в США снизился до 526 миллионов баррелей. И это самый низкий показатель за 35 лет. Национальный банк Украины повысил учетную ставку в стране сразу на 15 процентных пунктов до 25%. В регуляторе это объяснили попыткой защитить гривневые доходы и сбережения граждан, а также снизить давление на валютном рынке и уменьшить инфляцию. Ранее Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал падение ВВП Украины по итогам года на 30%. Члены Конгресса США потребовали от Белого дома раскрыть информацию об использовании средств, выделенных на поддержку Украины. Об этом сообщило издание «Политику». По его данным, в Конгрессе беспокоится, сможет ли администрация Джо Байдена должным образом отчитаться за использование денег и американского вооружения. Если это не удастся, будущие пакеты военной и экономической помощи Киеву будут пользоваться гораздо меньшей поддержкой законодателей, отмечает газета. Ранее власти США утвердили пакет помощи Киеву размером примерно в 40 миллиардов долларов. Страны ОПЕК-плюс согласовали увеличение объема в добыче нефти в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки. Это самый высокий уровень за всю историю обновленной сделки с мая 2020 года. Больше половины этого объема в равных долях возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. Как отмечается, квоты повысят за счет равномерного перераспределения сентябрьских объемов. По словам российского вице-премьера Александра Новака, изменение подхода связано с прогнозируемым ростом спроса на нефть этим летом. Зампред Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию право голоса в ЕС. По ее мнению, Будапешт злоупотребляет принципом единогласия, действующим в Евросоюзе, чтобы шантажировать членов сообщества. Сам принцип Барли назвала излишним из-за увеличения числа стран-участниц ЕС, но она признала, что отменить его можно лишь так же единогласно. Ранее стало известно о согласовании шестого пакета санкций против России. При этом Венгрия публично выступала против целого ряда его параметров. Аналитики Центробанка не исключили ускорение инфляции. Такие данные содержатся в бюллетене, о чем говорят тренды. По мнению экспертов, укрепление рубля и снижение потребительской активности привели к быстрому замедлению роста цен в последние два месяца. Однако этот процесс рано считать устойчивым. Аналитики ЦБ, между тем, снизили прогноз по инфляции по итогам года до 17% с прежних 22%. Правительство выкупит облигации авиакомпаний на сумму 17 миллиардов рублей. Деньги выделят из фонда национального благосостояния. Речь идет о долговых бумагах компаний С-7, Уральские авиалинии и Аврора. В Кабмине объяснили свое решение желанием поддержать перевозчиков на фоне западных санкций. Россия готова пропустить корабли с украинским зерном. Об этом сказал постоянный представитель страны при ООН Василий Небензе. При этом одним из условий он назвал разминирование моря со стороны Киева. Ранее источники агентства Анадалу сообщали о планах обсудить дорожную карту по вывозу украинского зерна. Во встрече, как утверждается, примут участие представители России, Украины, Турции и ООН. По сведениям агентства, в Стамбуле может появиться центр координации, который позволит вывезти по морю на мировые рынки около 20 миллионов тонн зерна из России и Украины. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании «Клуб-отель» бизнесмена Александра Говора о приобретении российского бизнеса сети ресторанов «Макдональдс». При этом продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, отметили в ведомстве. «Клуб-отель» планирует выкупить у американской «Макдональдс Корпорейшн» две компании, под управлением которых находилось почти 720 ресторанов быстрого питания. Всего же в России работали 850 точек. Их работу «Макдональдс» приостановил в середине марта на фоне ситуации вокруг Украины.